Рак молочной железы И среди этого заболевания 10-15% патологии обусловлены генетическими изменениями в гене Берсей С учетом этого, безусловно, является очень важной стратегической задачей разработка каких-то профилактических мер, направленных на снижение риска развития предупреждения указанной патологии у женщин Современная медицина и медицинская практика, зарубежная в том числе, свидетельствуют о том, что профилактическая мастектомия позволяет снизить риск развития рака молочной железы в 90-95% случаев Безусловно, это важное значение, удаление молочной железы это и эффективный, в то же время наиболее спорный способ профилактики онкологической патологии Поскольку все же он касается не каждой женщины, которая попала в лапы указанного недуга В настоящее время все правовые вопросы, которые профилактическая мастектомия позволяет принимать в Российской Федерации Регулируются федеральным законом 323 ФЗ и указанное правовое регулирование отличается от международного регулирования Это сейчас я вам донесу Оказание медицинской помощи в соответствии с 323 законом осуществляется у нас, как всем широко известно, на основании положений в соответствии с порядками и клиническими рекомендациями с учетом стандартов медицинской помощи В настоящее время это также определенной приказом по порядку оказания медицинской помощи по профилю онкологии Поскольку медицинская помощь в первую очередь предусмотрена как профилактика и диагностика онкологических заболеваний И только вторым этапом это лечение и реабилитация указанных патологий Поэтому с учетом того, что хирургическая профилактика рака молочной железы яичников в настоящее время выходит на первый план В период с 2018 года по настоящее время разработаны следующие клинические рекомендации Это рекомендации рак молочной железы, рак тела матки и саркома матки, доброкачественная дисплазия молочной железы и диагностика доброкачественных новообразований яичников Указанные клинические рекомендации находятся в рубрикаторе, который недавно был опубликован Минздравом Имеются в свободном доступе и позволяют ознакомиться с их содержанием В частности, в соответствии с положениями клинических рекомендаций рак молочной железы Мы можем увидеть, что профилактическая мастектомия с одномоментной реконструкцией железы и профилактическая тубовария октомия Предусмотрены при наличии следующих условий Во-первых, необходимо, чтобы у пациентки был диагностирован рак молочной железы Во-вторых, с помощью методов ПЦР-диагностики должны быть установлены наличие клинически значимых патогенных мутаций в генетерапии При наличии заключения консилиума, состав которого также определен клиническими рекомендациями Минимальный состав может быть расширен, безусловно, при пожелании медицинской организации Пациент также может просить включить в состав консилиума специалистов той или иной области при необходимости В консилиуме принимается решение о возможности проведения указанного вмешательства С целью профилактики развития рака контролатеральной молочной железы и рака яичников При этом клинические рекомендации также определяют, что проведение хирургической профилактики Возможно исключительно в специализированных онкологических стационарах Которые имеют опыт проведения указанных манипуляций Клинические рекомендации рак тела матки и саркома матки Опосредованно относятся к рассматриваемой теме Но из содержания указанных рекомендаций можно сделать вывод, что сохранение яичников При наличии мутации генов Берсея 1 и 2 точно так же не предполагается целесообразным Поскольку указана патология является значимой при развитии рака молочной железы Клинические рекомендации доброкачественной дисплазии молочной железы И следующие рекомендации, которые касаются поражения яичников Позволяют нам утверждать, что профилактика рака молочной железы У пациенток с доброкачественной дисплазией молочной железы Возможно в следующих случаях Проведение риск редуцирующей мастектомии и сальпинговариоктомии Допускается лишь в том случае, если у пациентки имеются генетические мутации гена Берсея 1 и 2 Имеется в обязательном порядке наличие измененных изменений в молочных железах Которые характеризуются выраженной гиперплазией или АТП эпители В том случае, если указанные обстоятельства имеют место быть То врачом-онкологом, а также составом консилиума С целью снижения риска рака молочной железы Может быть принято решение о профилактической риск редуцирующей мастектомии Сальпинговариоктомия отдельно предусмотрено в клинических рекомендациях Предусматривает, что такая манипуляция может быть выполнена только по решению врачебной комиссии Учитывая, что в отношении мастектомии формулировок о применении данного вмешательства Только по решению врачебной комиссии не предусмотрено Но мы будем учитывать, что высокотехнологично специализированная медицинская помощь Оказывается по решению врачебной комиссии медицинской организации Оказывающей не только первичную, но и специализированную высокотехнологичную медицинскую помощь Здесь следует отметить, что и мастектомии, и аварияектомии Могут назначаться пациентке исключительно по решению врачебной комиссии Или консилиума врачей В том случае, если мы обратимся к клиническим рекомендациям Регулирующим профилактику рака яичников То здесь следует учитывать, что прямого разрешения На возможность применения аварияектомии или мастектомии не установлено Вместе с этим нам регулятор определяет, что пациентки с этим крещённым анамнезом И с установленными предрасполагающими мутациями Должны входить в группу особой онкологической насторожённости И более ничего С учётом этого мы можем сделать вывод о том Что нам законодатель определяет возможности проведения Профилактической контролатеральной мастектомии В клинических рекомендациях И риск редуцирующей мастектомии в том случае, если имеются мутации В гене при наличии изменений в молочных железах Вместе с этим, с тем, чтобы определиться окончательно Насколько правильно медицинское сообщество понимает формулировки клинических рекомендаций В нашем адвокатском бюро был сделан адвокатский запрос в Министерство здравоохранения Министерство здравоохранения, к сожалению, получив указанный запрос Не приняло на себя ответственности в формулировке выводов Но направила указанный запрос в центр Блохина Откуда поступил ответ? Для простоты я вам представляю скан ответа Предыдущий слайд содержал три вопроса Которые касались возможности проведения профилактической мастектомии здоровой женщине При наличии мутации в гене Берсии Возможности проведения профилактической мастектомии Аварии актомии здоровой женщине при наличии иных мутаций И возможности выполнения указанных оперативных вмешательств В медицинских организациях частной формы собственности Учитывая требования клинических рекомендаций Рак шейки матки Из ответа мы видим Что с учетом положения клинических рекомендаций Проведение профилактической мастектомии здоровым женщинам Возможно лишь в той ситуации Если у них имеется Берсия мутация И изменения в тканях молочной железы Исключительно по решению консилиума медицинской организации В том случае если женщина имеет какие-либо мутации предрасполагающие Но при этом изменения в ее молочных железах отсутствуют По результатам инструментальных и иных диагностических исследований Такие манипуляции проведены быть не могут И на мой взгляд очень важный ответ на вопрос номер 3 О том что форма собственности Как бы это ни банально звучало Действительно не имеет значения при определении возможности Выполнения указанных медицинских вмешательств Поскольку самое главное Это оказание медицинской помощи В соответствии с лицензией На основании положения порядка Оказания медицинской помощи Клинических рекомендаций и стандартов Отсюда вот мы видим Какие выводы можно сделать Действительно Все профилактические мастектомии И аварии октомии допускаются Лишь в том случае Если имеется у женщины Патология молочной железы Онкологическая злокачественная Либо у женщины имеется генетическое изменение С выраженными повреждениями тканей И гиперплазией Указанное решение принимается О проведении указанной манипуляции Принимается только на основании врачебной комиссии Таким образом можно утверждать Абсолютно однозначно Что профилактические мастектомии И тубовариоктомии здоровой пациентки При наличии у нее изменений в генах Помимо BRCA В отсутствии каких-либо изменений В молочных железах Не допускаются с точки зрения закона Это объясняется очень просто С учетом того, что наш 323 закон Содержит понятие качества медицинской помощи И критериев оценки качества медицинской помощи В том числе Раскрывая указанное понятие Приказом об утверждении критериев качества Медицинской помощи Мы можем сделать вывод Что неправильный выбор Способа профилактики Рака молочной железы Будет свидетельствовать Об отсутствии Об отсутствии и несоответствии Критериям качества Медицинской помощи Установленными законом И подзаконными актами Это может обусловить Неблагоприятные последствия Для медицинской организации Как в рамках административных проверок Так и в рамках судопроизводства С тем, чтобы определить Кто именно участвует в финансировании Мероприятий по проведению Профилактической мастектомии Нам также был сделан запрос В Федеральный фонд Обязательного медицинского страхования В запросе были поставлены Два вопроса Включены ли в программу Профилактическая мастектомия Для здоровых женщин И для женщин Которым предполагается Проведение контрлатеральной мастектомии Пожалуйста, ознакомьтесь с ответом Федеральный фонд Обязательного медицинского страхования Предложил следующие формулировки Безусловно, это все имеется В свободном доступе И программа госгарантий Но хотелось бы знать мнение регулятора И регулятор нам прямо указал Что, к сожалению, в базовую программу УМС не входит И в программу госгарантий Указаны манипуляции Но за счет субсидий бюджета Профилактические мастектомии Разных видов, типов И способов выполнения Включаются И здесь самое главное Обратить внимание на то Что вне зависимости от показаний К профилактической мастектомии Мы видим, что Женщина По решению консилиума Может получить в рамках Субсидий бюджета Указанную медицинскую помощь То есть бесплатно для нее Подводя итог Хочется отметить еще раз Что профилактическую мастектомию В случае контрлатерального заболевания Молочной железы Мы Вы Прошу прощения В праве выполнять В том случае Если у пациентки имеется Рак молочной железы В другой железе В том случае Если в врачебной комиссии Принято такое решение И взвешены риск и польза Двусторонний риск Редуцирующая мастектомия Подлежит выполнению В том случае Если у женщины Есть клинические значимые Мутации в гене BRCA И имеются В обязательном порядке Изменения в молочной железе Проведение профилактической мастектомии Пациентки У которой есть мутации Но нет изменений Действующим законодательством Не допускается Самое главное Пожалуйста Обратите внимание На то обстоятельство Что при выполнении Любой мастектомии Как уже В предыдущей докладчике Указывали Имеется небольшой риск Развития у женщины Онкологической патологии Указанное обстоятельство Подлежит В обязательном порядке Донесению до пациентки С тем Чтобы Она самостоятельно Приняла решение Об указанной манипуляции Для этого Информированное добровольное согласие Должно Содержать Очень четкие Грамотные И полные формулировки Ну и С тем Чтобы Себя При возможности Огордить От потенциальных Претензий И проверок Все таки Безусловно Самым главным И самым правильным Способом С точки зрения Юридической Является Индивидуальная программа Наблюдения пациентов Спасибо Продолжение следует...